Игорь Валериев, Ермак, Личник, посвящается любимой жене Людмиле за ее терпение и поддержку. Автор искренне благодарит всех участников литературных форумов «Вихри времен» и «Самыздад», чья критика, замечания и советы позволили улучшить данную книгу. Особенно Сергея Викторовича Акимова, Игоря Георгиевича Мормонтова, Игоря Аркадьевича Черепнева, Евгения Шарапова. Пролог. Я стоял на корме Вестника и смотрел, как вдаль уходит остров Разбойный. Именно на этом острове почти два года назад группа хунхузов устроила засаду на этот же пароход. И также на нем тогда находился цесаревич Николай. Для меня-то нападение бандитов закончилось ранением, когда я закрыл собой от пули будущего императора. Хорошо, что фортуна не покинула меня, и небольшой кусок свинца, выпущенный из винтовки с телескопическим прицелом, встретил на своем пути лезвие метательного ножа и часы, которые лежали в кармане под ним. Отделался контузией, огромным синяком да трещиной в ребре. Потом было Иркутское юнкерское училище, куда я прибыл поступать с кучей рекомендательных писем, начиная от его императорского высочества государя-наследника и заканчивая командиром амурского казачьего полка. После его окончания я был вызван на прием к Александру Третьему в Санкт-Петербург. И там за спасение наследника престола получил потомственное дворянство, приставку Зейский к своей фамилии, орден Святого Георгия IV степени, неплохое поместье под столицей и земельный участок рядом с рекой Зея. Как предполагаю, где-то рядом с участком, где банда Золотого Лю мыла золото. Далее был в отпуске. Пускай неделю, но был. В своем имении познакомился и, можно сказать, стал другом целой княгини и, пусть незаконорожденному, но внуку Александра II. Встретил, возможно, свою новую любовь Анечку фон дер Фельден, которая, как две капли воды, была похожа на мою жену в моей прежней жизни. Да, да, я не сумасшедший. Действительно, в этом теле девятнадцатилетнего Харунжева живет сознание бывшего офицера спецназа 55 лет от роду из 21 века. Каким образом это произошло, я не знаю, но чуть меньше пяти лет назад мое сознание матрица как-то перенеслось из 2018 года в тело 14-летнего казаченка в 1888 год. Зовут меня Оленин Тимофей Васильевич, и я являюсь полным тезкой Тимохи, который до меня был в этом теле. Но по порядку. Родился я в 1963 году в семье военного в городе Благовещенске. Учился так себе, но спортом занимался усиленно. К окончанию школы выполнил норматив КМС по биатлону. Очень хотел поступить в дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в Благовещенске, где также готовили офицеров для морской пехоты, но не прошел по баллам. Завалил русский язык. Не могу писать сочинения, не Лев Толстой я, к сожалению. Поэтому вместо военного училища попал в армию, как думал сначала обычным пехотным Ваней. Но все оказалось намного интереснее. Из военкомата с покупателем, молодым старшим лейтенантом с пехотными петлицами, я и еще двое ребят на самолете совершили перелет через всю страну из Благовещенска до Великого Новгорода. Потом на УАЗике нас отвезли куда-то под Псков в летние лагеря, где и выяснилось, что пехотные петлицы старшего лейтенанта — это маскировка, а служить я буду в каком-то спецназе, хотя форма солдат и офицеров в учебке была десантных войск. И прослужил я в войсках специального назначения 23 года с хвостиком, не считая учебы в военном училище. После полугода обучения в учебке, где получил специальность минера, почти год службы в Афганистане в 177-м отдельном отряде спецназа в составе 22-й бригады СПН. В данное подразделение получил распределение из-за своей внешности. Вылитый пуштун, как не раз потом подкалывали меня ребята в отряде. За Афганистан получил медали за боевые заслуги и за отвагу, орден Красной Звезды, позывной Ермак, славу хорошего минера и снайпера. В отряде, как КМСу по биатлону, после пробных стрельб вручили СВД и поставили сначала в пару к основному снайперу. Вскоре стал штатным снайпером. Потом был бой, во время которого получил два ранения – в голову и правую руку. После госпиталя в Ташкенте и отпуска по ранению, до моего дембеля оставалось около четырех месяцев, когда неожиданно даже для себя взял и написал рапорт с просьбой отправить меня поступать в Рязанское десантное училище. Батя, командир 177-го ООСПН, майор Керимбаев, рапорту ход дал и характеристику взводного подписал, в который тот столько хорошего изложил, хоть памятник из меня делай. Потом учебные сборы на базе Самаркандского автомобильного училища, где попал в роту поступающих в десантное училище, сдачи физо и медкомиссия. Ее, несмотря на ранения, слава богу, прошел. Награждение орденом освободило от сдачи вступительных экзаменов. Затем абитура в ЗУЦе под Рязанью. И я – курсант РВВ ДКУ. Четыре года обучения в спецбатальоне в отделении спецназа, красный диплом, лейтенантские погоны, право выбора места службы и 173-й ООСПН в родной 22-й бригаде спецназа, которая базировалась уже в Азербайджане. А затем поддержание конституционного порядка в Баку. Нагорный Карабах, Осетино-Ингушский конфликт, две чеченские компании, парочка загранкомандировок, грузинский конфликт и заслуженный дембель в 2009 году. Выслуги, да еще с ольготами, было уже по самое не могу. Вот и ушел. С жильем проблем не было. От родителей после их переезда в Краснодарский край трехкомнатная квартира в Благовещенске осталась, и от деда крепкое подворье в Вермаковской паде на Амуре, где и проживал я постоянно последние годы. Сбежал я из Благовещенска, где очень часто приглашали на торжественные мероприятия в качестве почетного гостя или новогодней елки. К наградам за Афган еще два ордена мужества добавились, и звезда Героя России за операцию в Первомайске против банды Радуева. А если добавить юбилейные медали, за выслугу и кучу всяких знаков за Чечню, то иконостас на парадном мундире значительный получался. Вот и работал в администрации города почетным жителям. Пока не надоело. Уехал в дедов дом, подремонтировал его и зажил спокойной жизнью пенсионера. Пенсий и надбавки за Героя России хватало с избытком. Лес обеспечивал дичью и другими дарами, Амур рыбой, спутниковая тарелка с модемом давала связь с миром через интернет и телевидение, так и жил бобылем. Были в свое время две жены, да не выдержали они постоянного ожидания мужа с боевых выходов, которые иногда длились по полгода. Детей в обоих браках не нажил. Осталось одиночество, но оно постепенно стало нравиться. Последнее время пристрастился к чтению книг, особенно по альтернативной истории с попаданцами, благо в электронном виде таких произведений в инете можно было найти множество. Подумывал свои мемуары засесть писать, но все оборвалось летним утром 2018 года. Выбежал, как обычно, с утра в лес на зарядку, увидел яркий шар в небе. Успел подумать, все же пиндосы ударили ядерным оружием. Нестерпимый жар и темнота. Очнулся в теле 14-летнего казачонка, пастушка Тимохи Оленина, который приходил каким-то родственником. По отцовской линии я вел свой род от знаменитого атамана Ермака. Так передавалось из поколения в поколение в нашей семье. Правда или нет, не знаю, но все мои пращуры в это верили. Так вот, по рассказам деда, тот поселился в 1946 году в Ермаковской паде после демобилизации по ранению, полученному в боях с японцами из-за того, что на этом месте жили родственники Олениных, которые ушли с Дона осваивать Амур и сгинули все. Последним умер Оленин Афанасий Васильевич, георгиевский кавалер, которого на Дону помнили и уважали. Умер он после того, как хунхузы убили его внука Тимофея, до этого убив всех его сыновей. На месте их старого дома, который сгорел во время лихолетия гражданской войны, дед построил свой дом. В том доме родился мой отец. Из этого дома и я выбежал на последнюю свою зарядку. Перенос оказался очень вовремя для Тимофея. Он был ранен хунхузами, которые пытались угнать в Китай табун лошадей, которые пасли казачата. Именно во время этого налета Тимохой был ранен. Я же, благодаря своим навыкам, смог отбиться и остаться живым. Потом было много всего. И выбор своего пути в этом мире, и смерть деда Афанасия, деда для Тимохи, но который и для меня за пару месяцев стал родным. Пять лет назад я принял решение, что основной целью для меня в этом мире является передача знаний спецназовца из 21 века казакам. Для этого планировал поступить в Иркутское юнкерское училище. Потом всеми правдами и неправдами прорваться в Николаевскую академию генерального штаба. Там во время учебы как-то выйти на русскую разведку и зарекомендовав себя постараться попасть на начало англо-бурской войны представителям от генштаба или под видом волонтера. Через доклады постараться доказать эффективность бурских засад, снайперского огня, действия малых групп в тылу врага, все это теоретически и методически обосновать и настаивать на создании экспериментальной диверсионно-разведочной группы. Хотя бы в полусотню казаков. А после обучения обкатать ее на боевых выходах в китайском походе. А дальше как Бог даст. Мелко, скажете вы, для представителей 21 века. А ничего, что я попал в тело пастушка, к тому же сироты, для которого поступить в юнкерское училище с двумя классами церковно-приходской школы, практически нереально. Да что там нереально, вероятность практически нулевая. Но я смог. И вот теперь стою перед дилеммой, что делать. Я офицер конвоя его императорского высочества Николая Александровича. Его отец, император Александр Третий, перед отъездом на Дальний Восток, куда Николай был направлен наместником, лично просил меня сохранить ему сына, и я дал слово офицера. Мда, дилемма, подумал я. С одной стороны, в 19 лет оказаться в близком окружении будущего императора, который считает себя обязанным жизнью, это просто пруха какая-то. Но что это мне дает? Если смотреть с точки зрения политической конъюнктуры, то для карьерного роста просто колоссальные возможности. Врасти в высший свет. Да без особых проблем, если не подставляться. Стать генералом тоже возможно. Но я-то знаю, чем все закончится в 17-м. Хотя в моем мире Николай наместником Дальнего Востока не был. Возможно, это другой мир? Или я так успел на него повлиять? Как бы то ни было, я-то хочу предотвратить кровавые ужасы революции и гражданской войны, если они здесь будут. Мысли заскакали голопом, и я начал глубже и медленнее дышать, чтобы успокоиться. Вся та информация, до которой я смог дотянуться за эти пять лет, говорила, что все не так просто в этом мире, как нам преподавали в мое время в будущем по предмету истории. Все намного сложнее и страшнее. Да осилит дорогу идущий, подумал я. Что же, сделаем очередной шаг, а там посмотрим. Глава первая. Награждение. Вестник по дуге подходил к причалу станицы Черняева, чтобы пришвартоваться правым боком, против течения. Рядом с аркой, увитой лентами и елочными лапами, собралась толпа народа. На мой взгляд, под две тысячи человек. С учетом того, что при описи населения в 1891 году во всем Черняевском округе проживало чуть больше 800 человек, включая детей, встречать цесаревича съехался народ со всех ближайших округов. Караван судов, перевозивший Николая со свитой и всем необходимым для исполнения обязанностей наместника, шел по Амуру практически без остановок в станицах. Но о том, что в Черняево будет остановка, сообщили атаману Савину по телеграфу заранее, еще неделю назад. Я стоял по правому борту, откуда на пристань должны были подать трап два матроса. Рядом со мной выстроились 10 кубанцев конвоя, которые будут обеспечивать периметр. Лица у казаков были сама невозмутимость, хотя внутри, сужу по себе, все наоборот. Всегда на чеку, в состоянии тревоги и подозрительности ко всем. Это был уже не первый выход цесаревича в народ, и даже не десятый за время путешествия на Дальний Восток. Но каждый раз бешеный расход нервов. С трудом, но постепенно удалось донести до казаков конвоя, что к охране государя-наследника, как и любого другого охраняемого лица, надо относиться серьезно. Что их роль не парадная функция и красивые позирования рядом с цесаревичем, а тяжелая ежесекундная работа по его охране. Каждый из конвойцев любое изменение обстановки вокруг наследника должен оценивать по критерию опасность-безопасность с точки зрения угрозы жизни и здоровью охраняемого лица. Для этого он должен не упускать из поля зрения никакую, на первый взгляд, мелочь. Быть всегда готовым к любой ситуации, уметь быстро понимать поведение и агрессивные намерения людей, не доверять никому и суметь принять предупредительные или защитные меры. Пароход швартовался, а я смотрел на родной берег. За первым рядом встречающих, которых представляли атаман Савин с караваем хлеба, протеерей Ташлыков и старики-старейшины станицы Раздобреев Афанасий, Подшивалов Феофан, Шохерев Давыд, Савин Митрофан и Гусевский Ион, я увидел родные лица дядьки Петро и Митяя Широкова. А чуть в стороне от них стоял один из старших секретных агентов, который обеспечивал скрытую охрану цесаревича в станице. Знаком агент показал, что все в порядке. «Молодец», — подумал я про себя. «Не знаю, кем он тут представился, но уважение успел завоевать, если его в первые ряды встречающих казаки пустили. При планировании работы секретной части охраны цесаревича на время путешествия мы столкнулись с проблемой, кем будут представляться агенты в Забайкалье, особенно на Амуре и Уссури, где по станицам проживают, считай, только казаки. Десять агентов, которых как от сердца оторвал полковник Ширинкин, а также возглавлявший их калежский секретарь Кораблев, были в затруднении. Какую личину надеть? Казаки из них, как... В общем, за казаков не сойдут. Купцы, приказчики, путешественники, еще кто-то постепенно разобрались и приноровились. Пароход приткнулся бортом к причалу. Выскочившие матросы набросили концы канатов на импровизированные кнехты, после чего подали трап на причал. Я сошел первым. За мной потянулись кубанцы, образовывая двумя колоннами коридор. Краем глаза увидел, как изумленно расширились глаза атамана Савина и протеерея Ташлыкова. Видимо, узнали меня. С учетом того, что после награждения и недельного отдыха я узнал, что буду сопровождать Николая на Дальний Восток в родные места, Селиверстовым я ничего не написал, желая сделать сюрприз. И, кажется, он получился. Контролируя сход с парохода Цесаревича, я, изредка бросая взгляды на первые ряды встречающих, все чаще видел выражение изумления на лицах станичников и казачек при узнавании меня. Цесаревич начал движение по пристани встречающим. Кубанцы в своих парадных алых черкесках, сойдя с пристани двумя колоннами по пять человек, двинулись вперед, раздвигая встречающих и образуя коридор. По освобожденному пространству пошел Цесаревич в форме лейб-гвардии отдельного амурского казачьего взвода, который существовал пока на бумаге и шефом которого, также по бумагам, являлся Николай. Несмотря на очень теплый для начала мая день, около плюс двадцати градусов, на плечи Николая была накинута шинель. Но вместо папахи на голове наследника была фуражка. Подойдя к атаману, который склонился в поклоне, Николай отломал небольшой кусок каравая, посолил его, макнув в солонку и отправил в рот. «Ваше императорское высочество, государь-наследник Цесаревич и великий князь Николай Александрович», стараясь не сбиться, начал Иван Митрофаныч Савин, распрямившись после поклона. «Казаки Черняевского округа рады видеть вас вновь на своей земле». Но Цесаревич сломал заготовленный сценарий. Взяв из рук атамана поднос с караваем, Николай передал его назад под Ясаулу Головачеву, а сам, обняв Савина, трижды его поцеловал, после чего обратился к встречающим. «Господа казаки, прошло почти два года с тех пор, как многие из вас участвовали в отражении нападения бандитов, которые напали на пароход, где я находился, а также на вашу станицу. Слишком долго происходило расследование этого события. Наконец-то оно завершено, а я, пользуясь случаем, могу теперь отблагодарить своих спасителей». Субтитры создавал DimaTorzok